здравствуйте друзья я вам сегодня хочу показать забавную фишечку которая присутствует на улицах городов кремниевой долины связано это с указателями дорожными которые улицу обозначают вот не то что мы видим над дорогой висит а вот справа написано ну может быть там не очень видно вот правее светофора там написано монет улица монет вот и табличка обратите внимание зеленая табличка была зеленая почему мы на это обращаем внимание потому что в разных городах таблички разных цветов и когда вы где-то находитесь вы по цвету таблички вот здесь тоже справа видите вот вы по цвету таблички можете легко сообразить в каком вы городе вот сейчас мы едем по городу сани выл и я очень надеюсь что вам видно что-то но вот светофор впереди у меня экранчик маленькие поэтому не очень я думаю что видно да вот светофор и вот справа от светофора табличка на ней написано там сани вейл саратога это большая улица вот зелененький пока вы едем по сани вы его а дальше мы проедем чуть-чуть и будет улица которая называется улица фримон собственно сейчас на улице фримон но мы переедем из сани вейла в в лос-алтес вот так что давайте понаблюдаем я как-то делал похожий сюжет не знаю давно и подумал что наверное из тех кто сейчас у нас на канале мало кто помнит вот а фишка вроде забавная вот мы с вами увидим как проезжаю из дома до работы мы встретим три разных цвета значит зелененький сани вейле коричневый в лос-алтес и синенький в маунтин вью потому что через маунтин вью я тоже буду проезжать по дороге на работу глядя на улицу фримонт вы можете представить себе такую картинку вытянутый такой здорово вытянутой полосы на которой люди живут это будет кремниевая долина вот между скажем сан-хосе и сан-франциско на севере мы сейчас движемся в сторону сан-франциско и вся эта территория вытянутая пронизана такими лучиками во первых два лучика серьезных это хайвее 280 слева по мою левую руку значит он такой извилистый петлистый ужасно живописный не индустриальный такой постаральный я бы сказал в местами очень симпатичный вот и справа будет 101 хайвее он как раз индустриальный такой серый бетонный с какой-то полосой отчуждения вдоль хайвея там значит какие-то ну я не знаю склады гаражи какие-то ну и офисные билдинги тоже есть конечно офисные здания есть вот эти два таких ножика пронизывают и дальше параллельно им есть улочки поменьше и улочки побольше в частности есть так называемый экспресс-вэй вот допустим там я не знаю central экспресс-вэй экспресс-вэй он тоже светофор имеет но там разрешается скорость повыше и там практически никогда пробок нет вот в этом смысле улица фримонт выполняет примерно такую же роль вот мы по ней едем не то чтобы и именно на ней скорость повыше это не совсем так но это такая магистралька она между большими магистральками и по ней в общем то удобно ехать хотя когда мы въедем в город лос-алтос ехать по ней перестанет быть удобным потому что будет всего одна полоса в каждом направлении лос-алтос не такое место чтобы по нему там магистралями ходить но то что мы вот сейчас движемся нас приводит вы если увидеть там впереди красный светофор это большая улица это 85 фривэй и вот к 85 фривэй и улица приман нас аккуратненько подводит и если я обычно там как раз сворачиваю на 85 фривэй чтобы двинуться в сторону маунтинью и попасть на работу то сегодня туда не пойду а пойду прямо по улице фримонт мы попадем в лос-алтос увидим это довольно странное такое хозяйство очень зеленая живописная почти нереальная вот такая странная городская улочка хотя город там похож на село вообще лос-алтос он больше как село такое место где люди спят отдыхают и магистралей там нет насколько я припоминаю вот видите мостик такой вот это мостик это хайвэй 85 меня тут как-то в дискуссию пытался товарищ один втянуть что я неправильно употребляю слова хайвэй и фривэй и дальше он дал определение откуда-то скопировал и оказалось что он его не понял и ужасно ругался пришлось его забанить чтобы не ругался а значит смысл вот чем фривэй это дорога на которой нет светофор и пешеходных переходов а хайвэй это любая как бы главная дорога так что всякий всякий фривэй это как бы он тоже хайвэй хайвэй более широкая категория чем чем фривэй так что вот друзья сейчас мы проедем под мостом наблюдаем за цветом табличек так тут пока ничего такого нет но давайте под мостом под мостом за зелененький проезжаем вот тут табличка это еще зелененькая вот так и тут еще зелененькая вот направо пошла били виллу так а вот тут я ожидаю сейчас начнутся таблички коричневые да вот стоит камень такой вот справа неприметный камень на нем написано лос-алтос но могли камни и не заметить а вот вот же таблички вот пожалуйста слева табличка fallen leaf коричневый он справа улица уходит этот же самый fallen leaf тоже коричневый и вот друзья мы в мире мы находимся в городе коричневых табличек городе лос-алтос вы знаете как мы едем по такому как бы садику до труман авеню все все таблички нынче коричневый вот я надеюсь что вам видно у меня очень маленький экранчик здесь на камере gopro поэтому я деталей разглядеть не могу не могу уж прямо так тонко так все больше общую такую картинку значит мы проезжаем по лос-алтос по улице фриман так что вы видите магистрали уже такой особой нет более того те люди которые живут в лос-алтос вот и движутся в обратном нам направлении когда они с утречка хотят попасть на 85 фривей значит по улице фриман вот-вот где мы сейчас едем то у них проблема потому что здесь так забиты битком ну сколько-то светофор за один раз пропустит вот вот столько будет вот так что а теперь друзья мы поворачиваем вот тут еще написано коричневая табличка написано грант а сейчас мы поедем такое место где врач принимает мне надо у меня сегодня поэтмен с утра я раз три месяца должен показаться эндокринологу и вот соответственно так пока еще коричневый ранчи то так 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 и маунтинью должен быть синеньким должен быть синеньким так что вы не смотрите на то что сверху висит а надо смотреть на те которые таблички на таких стойках стоят маленьких и обозначают название улице в общем подъедем ближе я тогда камеру включу вот мы буквально там метров 300 проехали и оказались вы маунтин view это улица грант она здесь еще небольшая вот она потихоньку расширяется да его тоже справа была синяя табличка просто так что у нас тут на светофоре мы видим вам может показаться что они зеленые они действительно зеленые тоже они сверху висят а вот те которые так на столбиках но вот на этом перекрестке нет на столбиках такое все сверху так вот справа стоит описано хос хаспитал синеньким ну сейчас увидим да это большой госпиталь называется л камена рил амсоль л камена хаспитал и вокруг этого госпиталя очень очень много офисов тут целый мир медицинских офисов небольших там врачи у них там какая какая-то своя частная практика многие из них подрабатывают в госпитале же вот справа если вы видите вот написано что там написано юнис вот синенькие таблички так что как видишь синюю табличку значит и в mountain view вот такая народная примета зеленая с коричневая лос-алтес ну что ж друзья мы прибыли давайте может быть вы любопытствуете как выглядит вот эти вот медицинские эти сочки вот так вот они и выглядят вот смотрите вот такое здание вот такое здание а в нем много-много а песочков а мы сейчас запаркуемся и пойдем к доктору так 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 все друзья экскурсия подошла к логическому завершению